НТВ 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 Бориса Ельцина Пока же Анатолий Чубайс не обладает достаточными следственными данными по вчерашнему инциденту Однако в одном он уверен точно Так называемая коробка с деньгами является одним из традиционных элементов Традиционной КГБшной советской провокации Опыт которых в нашей стране чрезвычайно велик К разряду политических провокаций Чубайс отнес и историю с бывшим председателем Национального фонда спорта Борисом Федоровым При этом главный аналитик предвыборного штаба Бориса Ельцина не исключил взаимосвязи этих двух происшествий Допрос в отношении господина Естафьева Который велся омерзительными, грязными методами, силами службы господина Коржакова Осуществляли специалисты, так называемые специалисты того подразделения, которым компандует некий господин Стрелецкий Думаю, известная фамилия для многих и сидячих здесь Тот самый Стрелецкий, который был назначен руководителем фонда спорта после ареста господина Федорова Что же касается последних событий, то Анатолий Чубайс не расценивает их как попытку путча При этом он заметил, что пять последних лет не прошли для России даром И сегодня в очередной раз демократия защитила страну от опасности нового переворота В этой связи он высоко оценил роль Виктора Черномырдина, который в критический для страны момент проявил себя как настоящий мужчина А главное Александра Лебедя, сыгравшего ключевую роль сегодняшней ночью Об этом же Анатолий Чубайс заявил сегодня нашей телекомпании, будучи приглашенным в студию программы «Герой дня» Я связался с генералом Лебедем в самом начале ночи, по-моему это было около часа ночи Может быть немножко позже Александра рассказала о том, что он предыдущие три ночи не спал А хотел хотя бы наконец одну ночь выспаться, но видимо не суждено пока ему это сделать Я могу прямо сказать, что его позиция была принципиально важна С самого начала, даже собственно только позиция Тот факт, что генерал Лебед ясно и однозначно заявил свою позицию Я думаю послужил таким хорошим, холодным душем на головы, на горячие головы тех Кто рассчитывал запугать втиху и добиться своих целей В 11 утра в Кремле под председательством президента России состоялось очередное заседание Совета безопасности Все сегодня здесь вроде было как обычно Кроме пожалуй некоторых деталей, которые сразу бросались в глаза Двух свободных кресел, одно из которых по правую руку от президента еще недавно занимал Олег Лобов Открывая заседание, Борис Ельцин представил членам Совета безопасности Вновь назначенного на пост секретаря Совета безопасности И помощника президента по вопросам национальной безопасности Александра Лебедя Несмотря на бессонную ночь, генерал был подтянут и бодр Я думаю, мне нет смысла рассказывать о его боевом пути Нет, все знают Кандидатура Лебедя была утверждена единогласно Кстати, в том числе и присутствующим на этом заседании в последний раз Михаилом Барсуковым Тогда он еще и не подозревал о своей отставке По окончании Совета безопасности Александра Лебедь прибыл на пресс-конференцию В информационное агентство «Интерфакс» под бурные аплодисменты журналистов и собравшихся горожан Генерал был встречен в буквальном смысле как национальный герой Кто вдруг еще не слышал, что в казах президента отставлены от своих должностей Первый заместитель председателя правительства Олег Николаевич Сисковец Министр ФСБ Барсуков Махал Иванович И начальник личной охраны президента Коржакова Александр Васильевич На вопрос, с чем связаны эти отставки, генерал ответил, что это вопрос к президенту Совет безопасности кончился мирно После Совета безопасности президент подумал и решил Приобъявил это свое решение Тем не менее, поскольку этот вопрос задавался неоднократно Александр Лебедь дал понять, что между позавчерашним инцидентом и сегодняшними отставками связь существует Попытка давления на президента организовывалась С помощью совершенно непричастных к этому вооруженных сил Попытка сорвалась, попытка своевременно профилактированная Какое-то количество глупых людей, к ней причастных, будет уволено Нет состава преступления Самые гуманные в мире законы, вы будете спорить? Сам Лебедь к этим отставкам отношения не имеет Я самый мирный человек в этой стране, я давно навоевался Но, несмотря на отставки, подчеркнул Лебедь, в правительстве на своих местах остаются профессионалы и продолжают работать Сам же он видит свою задачу в сохранении мира, стабильности, спокойствия, разума Я намерен это обеспечить Александр Лебедь считает, что ситуация в стране уже не опасна и отмены выборов, на которую многие рассчитывали, не произойдет Александр Лебедь подчеркнул, что значительного расширения аппарата Совета Безопасности не планируется Вместе с тем, он согласился с мнением журналистов о необходимости расширения полномочий секретаря безопасности Генерал также считает, что ему удастся убедить своих избирателей отдать голоса в пользу президента Атакующие лебеди-журналисты попытались выяснить у генерала, кто может стать следующим в стремителе череде отставок Ты что, опрычник, что ли? Ты скитарь Совета Безопасности Моя задача безопасности страны Ирина Зайцева, Владимир Авдеев, телекомпания НТВ Селезнев во время обдумывания Зюгановым своей тактики на ближайшие несколько часов Сказал журналистам, что шеф охраны президента и директора ФСБ сняли, скорее всего, из-за того, что они посигнули на святая святых Теневое финансирование предвыборной кампании Бориса Ельцина Вместе с тем, спикер не смог точно сформулировать, за что был отстранен Олег Сосковец Однако, добавил Селезнев, бывший вице-премьер, по всей видимости, свое освобождение заслужил Если для коммунистов оставались некоторые неясности в действиях президента То лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому сомневаться было не в чем На пресс-конференции он сообщил, что все последние события были нацелены на то, чтобы показать Лебедя в действии Все сценарии, разработанные на Западе, все расписано по дням, по людям, кого убирать, кого ставить Уже все расписано до конца века Кроме того, Жириновский заявил, что действия президента по отставкам не цивилизованы Поскольку их стоило провести уже после второго тура А Геннадий Зюганов, завершив консультации, вдруг согласился с лидером ЛДПР, что все перемещения в окружении Ельцина спланированы Последние отставки он назвал дворцовыми переворотами, которые происходят из-за неуверенности Кремля в победе на выборах В то же время Зюганов продублировал Жириновского, заявив, что перестановки надо делать после второго тура Это вносит сумятицу и просто свидетельство полной несостоятельности этой команды, которая между собой перегрызлась, еще не дойдя до второго тура Помимо сумятицы, лидер КПРФ увидел в действиях Ельцина угрозу последнему этапу выборов Пытаются сорвать этот второй тур, превращая всю жизнь в стране в комедию, разыгрывают один спектакль за другим Завтра оппозиция продолжит обсуждение шагов президента Так, сообщил Зюганов, его блок будет настаивать, чтобы в Думу прибыл Виктор Черномырдин для объяснения происходящего в стране А уже после пресс-конференции лидер КПРФ, продолжая осмысление происходящего в стране, заявил, что отечество в опасности Евгений Ревенко, Валерий Шибанов, Андрей Мелехов, телекомпания НТВ Сегодня официальные итоги первого тура голосования Они отличаются от предварительных данных только в несколько сотых процентов Итак, президент Ельцин набрал 35,28%, Зюганов 32,04%, Лебец 14,52%, Явлинский получил 7,34%, Жириновский 5,07% Остальные кандидаты так и не смогли набрать больше 1% голосов Федоров получил 0,92%, Горбачев 0,51%, Шакун 0,37%, Власов 0,02% и Брынсалов 0,16% Против всех кандидатов проголосовали 1,163,000 избирателей А 157,000 граждан пришли на избирательные участки, получили бюллетени и забрали их домой, видимо, на память Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова